Всем привет! Сейчас заселяюсь в достаточно уютный отель, называется Каза Кариба. Находится он прямо рядом с портом Порта Хуарес. Давайте сейчас зайдем внутрь. Так выглядит моя комната на втором этаже. Стол, здесь холодильник, микроволновая печь, газовая плита. В принципе, это даже как квартирного типа номер, поэтому все здесь есть. Давайте зайдем посмотрим комнату. Комната тоже достаточно классная. И вот такой телевизор. Душевая кабина. Вот такой душ. Здесь туалет. Небольшое количество шампуня, геля для душа и крема для тела. Есть полотенце. Вот так выглядит моя комната. Здесь положили две воды. Есть телевизор, есть кондиционер. И также есть балкон. Давайте сейчас на него выйдем. Посмотрим, какой вид. Вид, к сожалению, достался так себе. Потому что есть вид, который включает в себя вид на сад, на море. Но на деревья тоже неплохо. Здесь будут петь птички. Здесь уже вот соседний балкон. И большое количество литературы на испанском языке. Так что есть время поизучать и почитать. Если выйти из номера, открывается вот такой вид. Здесь в целом действительно очень и очень уютно. Все продумано до мелочей. Можно вот посидеть, например. Просто посмотреть на пальмы. Даже если вам, как и мне, например, не достался вид на море, то можно пройти немножечко до конца. Здесь у нас небольшой бассейн. Вот такая зона для барбикю. Можно пользоваться столиками, можно пользоваться лежаками. Здесь на самом деле, в принципе, много комнат. Здесь как раз устанавливается ультрамар. И вот здесь небольшой пляж. Но на этот пляж, ну как бы это даже не пляж, это просто заход в воду. Здесь волны достаточно сильные. И необходимо просто вот здесь вот перелезть. И можно поплавать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наступило утро, и мы отправляемся на завтрак. Завтрак здесь проходит в кафе у моря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственный минус это то, что, конечно, здесь нет как такового входа в море. Здесь достаточно мелко, тут тоже. Вот если проплывете прямо до этой палки, то здесь уже нормальная действительно глубина. Только единственное, что здесь уже вот в этом районе начинается трава. Поэтому, конечно, лучше, если вы, например, просто понаслаждаетесь видами, например, на завтраке, и поедете на какой-нибудь пляж. Здесь пляж Эль-Лини неподалеку. И, собственно, буквально километр до него необходимо добраться, и вы уже получите нормальный пляж с нормальным входом в море. И вот такой вид здесь открывается с третьего этажа. А здесь также есть один номер на третьем этаже, 20-й. Но сюда нужно подняться по винтовой лестнице. Зато вид потрясающий. Продолжение следует...